Книгу про битл, про рок-н-ролл, вывески ходили, всякие сувениры и так далее, и так далее. И в 90-м году Бог послал мне идею храма. Вот храм-скала. Рок-н-ролл – это скала, рок-н-ролл. И это я сделал храм. Я не сделал, мне Бог послал. Я именно в таком виде его увидел во сне. Это было в 90-м году. Здание, величественное здание в виде скалы рукотворной. И два шара, две сферы возлежат на этой скале. Сфера love и сфера peace. Love and peace, сказал Джон Ленн. Вот сейчас Джон Ленн поет. Вот здесь 500 книг про битл. Там 70 картин дальше. Все забито битлами. Весь мой офис. Сзади меня тысяча пластинных битл. Тысяча. Все, что битл записали за эти 60 лет, есть на моих полках. И все это я достал на черном рынке Петербурга. За эти 60 лет. Вот так вот, ребятки, мы живем. И так еще 100 лет будем жить, пока храм не построим. И храм сделает Россию нормальной великой страной. Ну, не такой великой, как Америка, конечно. Как Франция, может быть. Ну, как Швеция, точно. Вот так, ребята. Ну, давайте вопросы. А сейчас вы получите листовки. От храма Джона Лена на Санкт-Петербурге, который мы раздаем всем гостям. Когда вы построите? Место выбрано на берегу залива, в устье реки Смоленки, рядом с метро Приморское. Но власти молчат. Уже 26 лет я каждый год пишу письма в Смольный, в Кремль и в Комитет по культуре. И получаю ноль в ответ. В последние годы стали еще приходить бумажки со строчкой «На храм Битлов денег у города нет». Так вам нужно видео, сообщение прислать президенту. Я знаю, что мне нужно. Мне нужен храм. Нет, ну, чтобы вас услышали там, где надо. Меня слышим, где надо, но не отвечаю. Тем более, что у вас есть... Весь народ за храм. Что меня поддерживают, это каждый день у меня визитеры, каждый день у меня гости. И многие спрашивают, Коля, когда же будет храм? И я отвечаю, в 20-м году. В 10-м году у меня был профессиональный пророк, педагогский детка. И телегендарий пришел и говорит, я пророк, Коля. Я предрек то, 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 перечисляю какие-то дела, которые сбылись. Говорит, у меня все сбывается. Я думаю о вашем храме. Ваш храм будет через 10 лет, то есть в 20-м году. Вот посмотрим, осталось 2 года. Получайте листовки, ребята, врубайтесь, присняйтесь к нам. Будем строить храм. Вот наш герб и гимн. Наша главная песня. All you need is love. Сейчас звучит, Елс и Марин, тоже главная песня, конечно. У Битлз очень много шедевров, которые вошли в кровь и в кость. И на всю жизнь. Мы фаны Битлз говорим. Битлз forever. Битлз вечные. Берис. Берис. Вот скоро день рождения Пола Маккартни. Приглашаю вас. Через 2 дня. Великому басисту, другу и партнеру Джона Леннона. Исполняется 76 лет. Мы в Петербурге уже 30 лет исполняем. Празднуем этот день. Дни рождения Битлз. Наши главные праздники. Есть? Вот так, ребята. Вот мои книги. Можете мои книги приобрести. Это супер книги. Это лучшие книги о Битлз в мире. Потому что это книги любви. Вот еще 500 книг о Битлз. Но я ни одну не засчитал до конца. Это книги критиков. Матерых критиков. И всяких любовниц, членов семей. Просто любителей гопников, женщин. Это самые худшие книги. Женские гопнические книги. Это самые худшие книги в мире. Они ни о чем. Они ни о чем. Там нечего читать. А вот мои три книги. Которые каждую из них я прочел по тысяче раз. Вот моя первая книга. Я ее закончил еще 20 лет назад. Но никак не мог найти издателя. Вот моя вторая книга. Супер книга. Супер календарь. Храма Джона Ленна. Храма Джона Ленна. 365 праздников в году. Когда я просыпаюсь. Я перед тем, как попить кофе. Я открываю мой календарь любимый. 365 праздников в году. И открываю сегодня день. Сегодня 35 апреля. Какое? Какое? Вот. Вот смотрите. 17-е. Поль Маккарни закончил свою самую знаменитую песню в мире Yesterday. Которая исполнена уже, исполнена в мире профессионалами. Не детьми, не мной, любителем. А профессионалами, музыкантами. 5 тысяч раз. Это самая мощная песня в мире. Самая любимая народами, детьми, живыми и мертвыми всеми. А вот сегодняшний праздник. 16-е. День выхода пластинки Ринга Стара. Vertical Man. А вчера был праздник нашего храма. Вышел фильм про храм. А послезавтра, то есть после дня рождения, Пыла Маккарни будет праздник Джона Ленна. Видите, 19-е июня. Джон Леннон закончил школу без аттестата. Аттестат ему не дали за плохое поведение. Вот так вот, ребятки, мы живем. Уже 100 лет. Сори, 60. И еще 100 лет будем так жить, пока храм не построим. Или пока коммуник и меня не убьют. Смотри, мы надо побежать дальше. Ну, вопросы есть? Нет. Спасибо большое. Спасибо огромное. Очень интересно. До свидания. Так, Сережа, главная листовка дня. Через два дня великий день. Записи на кассетке или тебе дружки. Раньше писали все на рентгеновских снимках. То есть рентген делали в классе. Да, все более ровно. Из рентгеновских снимков? Да. И вот эти пластинки. Поэтому он называется «Песня на костях». Вот на тех снимках. Фига себе. Просто в 90-м год не застал. Поэтому очень ценились эти пленочки. Переломали. Еще что-то единственное. Я, наверное, 80-летодоркнул. Сам очень классный канал застал. Потому что я уже в районе 87-88 год. Нормально. Там не мелодия начнут пропилы пилить. И теплостинка нормально. И это все немного закончилось. У тебя с ним? Ну, какие-то... Голубенькие. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!